В начале этого года городская клиническая больница номер 7 значительно обновила свою диагностическую лабораторию. Новое оборудование позволяет получать результат анализов гораздо быстрее. Предполагают, что производительность труда теперь возрастет в три раза. Новые возможности Ивановской медицины оценил мэр Вячеслав Сверчков. Несмотря на то, что за больницей теперь в ответе регион, город собирается и дальше помогать местному здравоохранению. Сейчас здравоохранение отошло на уровень региональный. Как же будет город контролировать, смотреть, как будут работать больницы. Мы, подтверждая это, в этом году, наоборот, тщательно будем работать с больницами, смотреть именно на то, как выстроить взаимодействие муниципальной власти и учреждения здравоохранения. Ежедневно в приемное отделение поступает порядка 130 пациентов. Часть из них госпитализируют. Оснащать именно лабораторию стали не случайно. Есть правило так называемого золотого часа, в течение которого мы должны больного принять, поставить правильный диагноз и принять тактическое решение, что с ним делать дальше. И поэтому лабораторная диагностика в этом большой помощник и большой подспорь для врачей. Работа теперь идет в разы быстрее. Здесь проводят биохимический анализ крови на новом оборудовании. Из венозной крови выделяют сыворотку. Она и становится главным материалом для определения глюкозы, мочевины и ферментов. А в этой лаборатории кровь проверяют на гемоглобин, эритроциты, тромбоциты. Раньше на одного пациента уходил примерно час. Теперь результат готов через 15 минут. Гемоглобин 137 грамм на битр. Это тоже вариант нормы. Тромбоциты 282. То есть у данного больного все параметры указаны на них. Укладывается вариант нормы. В этом году лабораторию продолжат оснащать аппаратурой. Всего на эти цели запланировано 13 миллионов рублей. Кроме того, уже к лету в хирургический корпус перебазируется терапия. Нынешнее состояние этого отделения оставляет желать лучшего. Там проведут ремонт и помещение отдадут детской поликлинике.